И последний спикер, Константин Голубушка, энергетика, традиционная и альтернативная. Да, все верно. Отлично. Так, ну вот нам здесь тепло, уютно, а это все в первую очередь зависит от того, какой уровень энергии есть у нашей цивилизации. Именно этим объясняется тот уровень комфорта станков, оборудования и так далее. И как вы понимаете, все это связано с различными видами энергии, которые мы так или иначе можем добывать. Есть те виды энергии, к которым мы привыкли, и их условно называют традиционными. Есть то, что как-то нарушает наши подходы, и мы называем это альтернативой. Ну давайте посмотрим, насколько они связаны друг с другом. Ну, все мы знаем, что виды энергии можно друг другу, и наиболее удобным является электрическая энергия. Любой другой вид можно в это преобразовать. При этом стоит отметить, что люди достаточно долго шли к открытию электрических явлений. И в 19 веке изначально был придуман постоянный ток. Первым источником был так называемый вольтов столб, который состоял просто из чередующихся цинковых и медных пластинок. И в дальнейшем технологии развились таким образом, что появилась возможность внедрять уже оборудование освещения, электроприборы и так далее. И здесь стоит отметить, что в Америке, наиболее развитой в тот момент во второй половине 19 века стране, возникла война токов. Компания Томаса Эдисона, General Electric, которая до сих пор существует, предлагала комплексные решения на постоянном токе. То есть, если вам нужно электрифицировать ваш завод, то, пожалуйста, обращайтесь к Эдисону. Мы построим электростанцию, проведем линию электропередач, электрифицируем ваши станки, освещение сделаем и так далее. Ну, Томас Эдисон сам говорил, что целью моей является не то, что зарабатывание денег, а он хотел иметь лабораторию, в которой был бы не ограничен в своих возможностях. И он, собственно, со всего мира закупал не только оборудование, но и приглашал различных специалистов. Таким образом, у Эдисона появился Никола Тесла. Ну, он там не так долго продержался, в какой-то момент возник конфликт, связанный с оплатой патентов, и Тесла ушел к конкуренту, к Вестингаузу. Вестингауз предлагал оборудование переменного тока. При этом Тесла экспериментировала с различными системами, так были придуманы системы двухфазные, четырехфазные и так далее. Борьба накалялась, потому что на этом открытом рынке были две основных компании, и при этом руководители не чурались даже черного пиара. То есть, в частности, была такая история, связанная с тем, что спорили, какой электрический стол лучше – постоянного или переменного тока. Это, на самом деле, черный пиар, заказанный руководителями компаний у журналистов. Ну, вот мы здесь сказали, что системы, постоянный или переменный ток, на самом деле, понятное дело, что дилеммы это никакой нет. То есть, с точки зрения генерации, удобно использовать переменный ток, передавать его на большие расстояния, преобразовывать, а потом уже у конечного потребителя в нагрузке у нас уже будет использоваться постоянный ток. Вот мы сказали, что Тесла экспериментировала с системами многофазными, но стоит упомянуть имя такого инженера, Михаила Осиповича Далиева-Добровольский, про которого, может быть, не все знают, но это российский инженер, который в свое время эмигрировал и работал в компании ЕГЭ. Именно он предложил систему трехфазного тока, которой мы, собственно, все и пользуемся. Ну, линии электропередач видели, считали, что там количество проводов кратно трем, либо три, либо шесть. Это, собственно, его изобретение. Вот, у нас в стране комплексное развитие происходило примерно сто лет назад. Это система электрификации страны. Здесь мы видим плакаты того времени, которые говорят, что, ну, как бы, новый мир без электричества вообще никак невозможен. Что мы имеем сейчас? Мы имеем единую энергосистему страны, которая позволяет передавать генерируемую энергию с одной части на другую. Дело в том, что существуют так называемые пики генерации потребления. То есть утром, когда мы просыпаемся, мы включаем электрические чайники, освещение, компьютеры и так далее. Потом мы едем на работу, у нас включается оборудование, станки и так далее. Вечером есть еще одни пики, ночью некий спад. Соответственно, есть электростанции, которые покрывают фоновые вот это потребление, а некоторые необходимо включать периодически. Это так называемый ГЭС. Ну вот, в частности, например, энергосистема нашей области, она вот состоит из множества гидроэлектростанций, которые покрывают примерно половину генерации. И оставшуюся половину покрывает Кольская атомная станция. Есть две ТЭЦ, но они не столь значимы в этом. К вопросу, так про источники энергии. Вот эти электростанции, каким образом они работают, откуда берется изначальная энергия. Давайте посмотрим на эту схему. Оказывается, что для многих видов энергии, естественно, солнце является первичным источником. Мы энергию солнца можем использовать либо напрямую, и это, соответственно, фотопанели, солнечные панели. Дальше, под действием солнечного звучания у нас работает так называемая климатическая машина, то есть приводится в движение воздушные массы. И мы, в частности, можем это использовать в наших ветроустановках. Ну вот в Мурманской области, вы знаете, сейчас ветропарк открывается на Териберской трассе. Над ним долго работали, там были проблемы с инвесторами и так далее. Но сейчас вроде это должно запуститься. Ну и говоря про эту же климатическую машину, у нас, получается, испаряется вода. За счет этого существует круговорот воды в природе, и мы можем частично это использовать в гидроэлектростанциях. Ну и те эпичные, привычные нам, это типовые электростанции, в которых мы сжигаем какое-то ископаемое топливо. Смотрите, на самом деле ископаемое топливо откуда оно взялось? В биологии нам рассказывали, что есть экологические цепочки, там продуценты, консументы, первого, второго порядка. Они друг друга едят, погибают, и миллионы лет накапливаются органические вещества. И вот можно сказать, что в течение десятков миллионов лет пружина сжималась, а мы такие выкопали полезные ископаемые органические и сжигаем их сейчас. То есть это, на самом деле, не очень эффективный вариант. Менделеев в свое время говорил, что ископаемое топливо это топить им, это все равно, что топить ассигнациями, потому что их удобнее использовать в качестве сырья для химической промышленности и так далее. Но здесь есть еще один такой интересный момент. Раз мы сказали, что Солнце является основным источником энергии, с точки зрения термодинамики оказывается, что наша планета находится в термодинамическом равновесии. То есть она за длительное время особо-то не нагревается, хотя сейчас говорят про прониковый эффект, нагрев и так далее, но это составляет какие-то градусы. То есть за длительное время сколько энергии приходит к поверхности Солнца, столько и уходит. То есть дельта-ку, вошедшая и вышедшая одинаково, но источником энергии является Солнце, излучающий слой, который имеет температуру около 6000 градусов или 6000 кельвин, а поверхность Земли имеет среднюю температуру около 300 кельвин. Это означает, что мы получаем такую энергию, соответствующую высокому уровню температуры, а излучается энергия, соответствующая низкому уровню энергии. На языке термодинамики здесь происходит экспорт энтропии, то есть мы получаем из этой системы, то есть из Земли, у нас происходит экспорт энтропии. А это с точки зрения систем самоорганизации говорит, что здесь эволюция, усложнение, они просто обязаны быть, потому что система является открытой, здесь постоянно происходит поток энергии. То есть вот такую концепцию называют фотонные мельницы, и мы здесь как раз являемся таким водяным колесом, на которое Солнце льет поток энергии постоянно. Но есть еще некоторые виды энергии, которые не связаны с Солнцем. То есть видите, на той схеме у нас получается на Солнце много что было завязано. С гравитационной энергией взаимодействия с Землей с Солной связаны приливные эффекты в первую очередь, и мы можем это тоже использовать. Здесь есть два таких принципиальных варианта. Можно, например, взять какой-нибудь водоем, береговой залив, например, перекрыть его дамбой, и во время приливов воду накапливать там, а потом во время отлива там постепенно это спускать. Вы в курсе, что у нас в Мурманской области есть кислогубская приливная электростанция. Она была построена достаточно давно в экспериментальном режиме работы, вот сейчас к ней снова появился некий интерес, то есть пытаются экспериментировать с этим. На самом деле идея достаточно хорошая, и география нашей области позволяет экспериментировать, то есть в наших фьердах, заливах это делать. Ну и можно непосредственно, кстати, ставить некоторые устройства, которые энергию приливов, отливов, либо течения используют непосредственно без накопителей, без этих заливов. Ну и, собственно, то, зачем, скорее всего, видим перспектива, это ядерные источники энергии и термоядерные. Если ядерный источник энергии известен уже достаточно давно, и вот люди изначально экспериментировали с изотопами урана, ну здесь получается, смотрите, технологическая цепочка такая была. То есть сделали атомную бомбу, огромная энергия выделяется, захотелось вот эту выделившуюся энергию как бы замедлить, то есть там нужна такая медленная бомба. То есть если в бомбе, получается, там мегаватты выделяются в доли секунды, нам надо вот эти мегаватты выделить в течение длительного времени. То есть мы должны замедлить процесс, и для ядерных реакций такое оказывается, ну достаточно относительно просто организовать с помощью замедляющих стержней, чтобы захватывать нейтроны, чтобы эта реакция деления как-то притормаживалась. Вот, и так появились, собственно, атомные реакторы. Потом в 50-е годы люди начали экспериментировать с водородным оружием, то есть в которых происходит термоядерная реакция. А здесь принцип уже другой, то есть если здесь распадаются тяжелые атомы, здесь легкие атомы пытаются соединиться воедино. И вот над этим, вот можно ли вот эту термоядерную реакцию, то есть водородную бомбу замедлить, то есть можно ли эту энергию выделять по чуть-чуть медленно. Вот над этим, скажем так, люди ломают голову уже, ну с 50-х годов. Вот, в свою бытность, когда я был еще студентом, я читал статьи про то, что на юге Франции строится такой экспериментальный реактор ИТЭР называется. Там десятки стран, в том числе Россия, участвуют в этом проекте. Вот, время шло, я закончил вуз, мне попадались новые статьи, там писалось, что концепция поменялась, реактор будет перестраивать. Потом дело дошло до того, что начались отливки фундамента, начали строить реактор. Сейчас вот какие-то реакторы потихоньку собираются, то есть прошло уже порядка 20 лет, но вот этот реактор пока еще в такой стадии сборки находится. Но стоит сказать, что китайские коллеги, вот они хвастаются, что в прошлом году им удалось термоядерную реакцию в течение короткого промежутка времени удержать. То есть реактор пока работает не в промышленном режиме, но в каком-то импульсном некоторое время можно его запускать. Будем наблюдать за этим. Общие замечания здесь заключаются в следующем. Насколько мы можем увеличивать мощности своей, мы чем-то ограничены или нет? Теоретики говорят, что в природе существует три тепловых предела, два из них мы прошли, третий нам грозит. Первым тепловым пределом он был связан с тем, что метаболизм в живых организмах ограничивает некий предел. И, скажем так, присмыкающиеся, которые развились, они этот тепловой барьер перейти не смогли. То есть получается, что если у вас ночью холодно, или зима, или еще что-то такое, то реакция вашей химической, метаболической в организме замедляется, и ваш организм впадает в спячку. Вы, как лягушка, замерзаете. Соответственно, теплокровные животные умудрились за счет другого метаболизма преодолеть этот тепловой барьер. И вы стали, как бы, мы, мелькопитающие, мы оторвались от этой окружающей среды за счет теплокровности. Второй предел прошли наши далекие предки, то есть они придумали внешний источник энергии, то есть впервые, когда приручили огонь. Неизвестно, сделали ли они его сами, либо просто там в лесном пожаре перенесли в очаг. И вот третий тепловой предел, который, говорят, он связан с тем, что если у нас будет выделяться порядка нескольких процентов от энергии, приходящей от солнца, то мы сломаем свою климатическую машину. Сейчас, конечно, это все обширно обсуждается, вы в курсе, да, про климатическую повестку и так далее. Но здесь споры даже у экспертов идут, насколько это серьезно или это политическая спекуляция. Ну, в частности, стоит сказать, что, например, основным парниковым газом является водяной пар. То есть он основным является парниковым газом, да, про это, кстати, никто особо не говорит. Вот, и с другой стороны, те же самые извержения вулканов вносят в нашу атмосферу больше, скажем так, загрязнений в течение одного года, чем все автомобили мира, да. Поэтому здесь, в общем, вопрос дискуссионный, но, тем не менее, третий тепловой барьер, он существует. А это означает, что нам придется, если мы хотим развивать нашу цивилизацию, как мы начинали на первом сваде, то есть уровень цивилизации – это уровень потребления энергии. Если мы хотим жить лучше, потреблять больше энергии, развивать технологии, мы из-за третьего теплового барьера вынуждены покинуть нашу планету. Это, получается, ну, просто термодинамически предопределено. В свое время, во второй плане 19, в конце 19 века Циолковский задумывался о таких вопросах. В частности, вот он сделал простые расчеты, которые вы можете повторить. Оказывается, от Солнца, такого шарика, который в 108 раз больше Земли, находящегося на 150 миллионах метрах от нас, вот он излучает во все стороны, такой источник энергии, до Земли доходит всего лишь одна двухмиллиардная доля энергии. Это достаточно мало. Циолковского это взбудораживало. Он подумал, что а как можно получить больше энергии? И именно вот этот вопрос его привел к созданию и разработке космической техники. Но начинал он именно с этого. Ну и здесь я бы закончил вот его фразой, что наша планета является колыбелью разума, но оставаться здесь вечно невозможно. Все. Я должен уронить микрофон.